Сегодня лекция будет состоять из двух частей. Первая часть будет введение о том, что такое мозг, как он работает. Эта часть будет о том, что знают все по сути. Про клетки, которые есть в мозге, немножко про шизофрению, что про нее известно. Но это будет очень общая информация, которую наверняка все уже знают. И чтобы как-то скомпенсировать, это будет вторая часть, в которой я буду говорить, а что же мы в нашей лаборатории делаем по этому поводу. И это будет часть, которую не знает никто, кроме вас по окончании лекции и может быть еще нескольких людей в мире, потому что это еще не опубликованные данные. Они будут, конечно, не такими прямо сногсшибательными, как всем известные факты, но, по крайней мере, это что-то, что, может быть, скомпенсирует достаточно тривиальный характер вступительной части. Просто этот слайд должен вам показать, что мозг — это достаточно сложная структура. Конечно, это никак не отражает сложность мозга, вот эта вот картинка. Просто он не такой гомогенный. Если мы возьмем любую другую ткань, почки, печень, легкие, да все что угодно. Все-таки там будет не так много разных разделов, как мозги. Поэтому, конечно, когда мы говорим про изучение мозга, это как изучать целый такой сложный организм или сложную вселенную в некотором роде. Изучение мозга исторически, потому что, конечно, каждый раз, когда мы говорим про мозг и накопленный массив знаний, мы должны понять, на какой базе это строилось. И если мы вернемся с самого начала, к самым истокам, то, конечно, люди пытались понять, из чего же он состоит, этот мозг. Использовали микроскопию. Это здесь Сантьяго Рамон и Кахар, который знаменит как раз тем, что он был не только нейробиологом, но и хорошим художником. В некотором роде он делал вот эти знаменитые рисунки, зарисовки нервной системы. И вот вы видите один из его рисунков, где вот эти черненькие клетки – это нейроны, то есть клетки мозга. На основании чего он их рисовал? Он их рисовал на основании вот таких вот картинок. Это настоящая картинка коры головного мозга. Что интересно, это окраска серебром по Гольджи. И до сих пор ученые не понимают, как это работает. Потому что на самом деле эта картинка должна быть абсолютно черной или почти черной. Потому что нейронов здесь, ну вот все это пространство, оно заполнено нейронами. Там, конечно, есть какие-то другие клетки, кровеносные сосуды. Но так как есть определенная глубина, это все должно быть черным. Но дело в том, что эта окраска, она окрашивает каждый нейрон целиком, с отростками, со всеми делами. Но она окрашивает только примерно случайным образом каждый сотый нейрон. Остальные здесь просто не покрашены. И как эта краска выбирает, какой нейрон красить, а какой нет, до сих пор мы не понимаем. Но благодаря тому, что это не все нейроны, иначе это было бы просто черное поле, а вот получается такая красивая картинка. Но, конечно, тогда еще это было непонятно. И Рамон и Кахал рисовали вот такие вот сети, а между ними было пустое пространство, ну вот, как на вот этой вот настоящей картинке, настоящей окраске. И он называл, и другие ученые называли вот это вот пространство заполнено клеем или глией. Ну, потому что похоже, как холодец, правильно? И теперь мы знаем, что вот эта глия, она тоже состоит из клеток, из многих разных типов клеток. И на самом деле, как я постараюсь вам сегодня рассказать, у этих клеток тоже есть важные функции, которые, возможно, имеют отношение и к работе мозга, ну, точно имеют отношение, и к расстройствам работы мозга. Давайте двигаться дальше. Сейчас я постараюсь немножко, опять-таки, рассказать достаточно общие вещи о работе нейронов. Это, опять-таки, другие фотографии из микроскопа, которые сделаны уже в современную, достаточно, ну, 2000 год. Они не такие современные, но, в принципе, технологии не особо изменились. Вы видите, здесь вот один нейрон. Раньше он был черный, теперь он зеленый. Это флуоресцентная окраска. На самом деле, это мышиный нейрон, потому что он, это генетически модифицированные мыши, которые по особой популяции нейронов в коре имеют флуоресцентную метку. Видны их отростки, каждая клетка, вот тело, вот отростки. А если мы еще приблизим на отростки, мы увидим, что отростки имеют вот такие вот какие-то на поверхности образования, как бородавки или шипики. Их можно покрасить по отдельности. Если мы посмотрим еще с большим приближением на клетку, мы увидим, что вот эти бородавки или шипики, их очень-очень много, порядка от тысячи до десятков тысяч на каждом нейроне. Это тело нейрона, это отростки. Все клетки в мозге, они такие вот с отростками. И что такое, что это за шипики? Это синаптические контакты, с помощью которых нейроны общаются друг к другу. С точки зрения потока информации, это те точки входа информации на каждый нейрон, с которой эта клетка получает какие-то данные от окружающих десятков, сотен или даже тысяч нервных клеток. То есть вот есть у каждого нейрона часть дерева, которое собирает информацию. Это синяя часть, это разная просто, как они могут выглядеть, разная морфология. Вот есть тело. А есть красная часть, это та часть, которая передает сигнал дальше, на другие нервные клетки. Что это за информация? Вот как раз синаптические контакты. Показано, это заканчивается красная часть одного нейрона. Она передает информацию на другой нейрон через нейротрансмиттер. Это не так важно. Для чего я это вам рассказываю? Чтобы просто в общих чертах было понятно, насколько сложна эта система. Потому что, как я вам показывал на фотографии, вот сидит такой нейрончик, у него порядка 10 тысяч таких соединений. И каждую секунду на эти соединения, даже каждую долю секунды, на эти соединения приходят сигналы от других нейронов. Некоторые из этих сигналов будут активирующие, некоторые сигналы будут ингибирующие. И он, как такой вот калькулятор, ну, можно сказать, или какой-то вот элемент схемы, он суммирует все эти сигналы в зависимости еще от геометрии, как близко источник этого сигнала находится вот от этой точки, где будет возникать импульс, который будет передаваться дальше. И если сумма возбуждающих сигналов по сравнению с ингибирующими сигналами оказывается выше, чем какой-то порог, он передает всегда, тогда возникает у него возбуждение, и он передает этот сигнал дальше, который может быть уже, опять-таки, возбуждающим или ингибирующим. То есть, по сути дела, каждая из клеток мозга, она суммирует информацию от тысяч или даже десяток тысяч других клеток мозга и потом передает уже эту обработанную информацию дальше на следующий уровень. Это очень сложная схема, как я уже сказал, вот этот сигнал, потенциал действия. И, как я уже говорил, это один из шагов передачи информации. Здесь показаны достаточно простые схемы, как это работает, или в мозге, или даже минуя мозг на уровне рефлекторной дуги, просто чтобы было понятно. Вот здесь, наверное, мы же все были в кабинете у доктора, когда бьют молоточком по коленке. Это коленный рефлекс, правильно? Как это работает? Все знают, как это работает? Кто-нибудь не знает? Есть люди, которые не знают. В основном все знают. Но на самом деле, давайте расскажем. Здесь, на самом деле, это простая схема. Здесь вовлечено, по сути, несколько нейронов в очень простой схеме. Есть сенсорный нейрон, который чувствует натяжение мышцы. Когда бьют молоточком по коленке, натягиваются сухожилия, и возбуждается вот этот рецептор. Идет по нему электрический сигнал в спиной мозг. И через это соединение, через синаптический контакт, возбуждается уже маторный нейрон. По нему идет электрический сигнал, приходит назад в мышцу, и мышца сокращается. Все очень просто, но на самом деле чуть сложнее, потому что когда сокращается эта мышца, эта мышца не должна сокращаться, потому что сократятся обе одновременно, и сгибательные, и разгибательные, будет плохо. Поэтому здесь есть промежуточный нейрон, красный, который активирует уже вот этот желтый моторный нейрон, но активирует в том смысле, что наоборот, он его ингибирует, он как бы выключает его и удостоверяется, что вот этот вот желтый нейрон точно не будет передавать в этот момент никаких электрических сигналов, потому что сейчас сигналит этот, а этот не должен сигналить. А когда сокращается этот, наоборот, этот будет заингибирован. На самом деле, конечно, в реальной системе одного сенсорного нейрона недостаточно, там должна быть хотя бы сотня возбуждена, поэтому часто бывает, доктор ударяет по коленке сначала слегка, никакого рефлекса нет. Потом ударяет посильнее, опять рефлекса нет, ударяет еще сильнее, и наконец-то рефлекс появляется, нога дергается. Было вот у кого-нибудь такое? Это потому, что нужно сразу у всех. Не знаю, меня долго били. На самом деле, это рефлекторная дуга, мозг никак не задействован, но в то же самое время идет сигнал по спинному мозгу туда, сначала сюда, в продолговатый мозг, потом в таламус, потом в чувствительную кору, потом в моторную, и мы понимаем и ощущаем, что вот нас стукнули, уже нога дернулась, к нам пришел сигнал, что да, что-то нас били по ноге, нога начинала дергаться. Это потому, что сигнал дошел до мозга, и мы и мозгом тоже поняли, что там что-то происходило. Во все это вовлечены нейроны, и, соответственно, чем сильнее нас ударяют, тем сильнее будет сигнал, чем больше будет вот этих вот потенциалов действия, тем больше будет выделяться нейротрансмиттеры. Это такая довольно сложная система, которая, ну вот если мы перейдем на математический язык, здесь эти потенциалы действия, они всегда одной высоты, это нули и единицы, ну их может быть, вот если эти единички, каждый из потенциалов, то может быть единичек мало, нулей много, а может быть наоборот, единичек много, нулей мало. И в таких случаях, когда вот у нас много единичек, и они растянуты через большой промежуток времени, здесь выделяется много нейротрансмиттера. Но этот нейротрансмиттер может на самом деле, как мы уже видели из этой схемы, простой, рефлекторный, он может на самом деле выключать нейрон, как вот красный нейрон выключал желтый, чтобы не было сокращения второй мышцы. То есть не обязательно он всегда включает что-то, он может и выключать. Ну, это просто про интеграцию сигнала, потому что я вам говорил, здесь геометрия важна, все это важно. Эти два сигнала, они находятся близко от этой части или наоборот далеко. И, соответственно, мы знаем, что есть ингибирующие входы, есть модулирующие входы, есть возбуждающие входы, и каждый нейрон является вот такой вот сложной вычислительной единицей, которая всю эту информацию суммирует. Потом есть еще модуляция. Здесь уже на контактах очень-очень сложно все это устроено с одной стороны, с другой стороны вроде как и просто. И что интересно, есть такие клетки, которые специально приспособлены, как, например, очень эффективные ингибиторы, вот, например, клетки шанталия, которые выглядят как вот эти лампы, потому что они выглядят так, потому что у них много-много отросточков, которые как раз делают контакты сюда, на вот эту вот часть, где возникает потенциал действия. Это очень-очень важные клетки в нашей коре, потому что благодаря им происходит как бы это как экстренное торможение. Вот нам какие-то, например, инстинкты наши, какие-то наши, ну, как бы обычные реакции говорят, вот, нужно реагировать, нужно бежать. Вы пришли, например, к кому-нибудь в гости, вдруг там, я не знаю, разлили суп и чувствуете, о, нужно убегать, пока не произошло неприятности. Но вот эти вот клетки, они выключают эту первую реакцию, что нужно бежать, нужно прятаться или нужно, наоборот, там, не знаю, напасть на кого-то. И они очень эффективно это делают. Поэтому на самом деле не только возбуждение, но торможение, оно является важным аспектом функции нашего мозга. И мы немножко об этом будем говорить, когда мы будем говорить о разных типах нейронов. И, конечно, у нейронов тоже очень разная морфология. А что важно, сейчас люди стали с помощью молекулярных инструментов, и я как молекулярный биолог тоже это изучаю, стали разбираться, сколько же там разных типов нейронов. И здесь вот одна из самых простых классификаций нейронов, которые сделаны на уровне молекулярных маркеров, вот это вот только ингибирующие нейроны. Это даже не все нейронные типы, это только ингибирующие нейроны. Здесь, видите, на уровне молекулярных маркеров ученые нашли здесь чуть ли не сотню разных популяций нейронов. Но это создает очень большие проблемы, потому что непонятно, как эти молекулярные профили, профили активности генов или профили определенных белковых маркеров связать с морфологией. Вот они пытаются, вот шандалира, они говорят, вот эти клетки, баскет, может быть, вот эти, которые как корзиночки, и так далее, и так далее. Более того, оказалось, что все гораздо хуже. не просто нельзя связать, просто сказать, что ну вот это вот клетки, у них вот такие маркеры, у них вот такая морфология, это вот такой тип. Но более того, оказалось, что клетки с одним и тем же профилем маркеров, у них может быть совсем разная морфология. То есть это просто, чтобы проиллюстрировать, что на самом деле даже на таком простом уровне, вот как Рамон и Кахар начал изучать мозг и начал зарисовывать нейроны. Он по морфологии нейронов определял разные нейрональные типы. Теперь у нас есть другие инструменты. Мы можем залезть внутрь каждой клетки, померить активность генов в каждой клетке, посмотреть на белки в каждой клетке. Но даже эти методы не позволяют нам сейчас понять, а сколько же там разных типов нейронов и как эти типы нейронов, которые мы классифицируем на уровне молекулярных маркеров, связать с тем, что люди делали десятилетиями на уровне морфологии. То есть мы очень-очень мало знаем о нашем мозге, не только о нашем, даже если мы возьмем мозг мышей или крыс, или, не знаю, лягушек, или даже мозг каких-нибудь более простых организмов, таких как насекомых, муха, дрозофила, даже там мы еще не совсем, и даже, я бы сказал, совсем не понимаем устройство даже на таком примитивном уровне, сколько разных типов нейрональных клеток есть в нашем мозге. Хотя, казалось бы, нейроны, вот я вам показал эти картинки, которые были нарисованы Рамоном Кахалем, и уже больше 100 лет, он их рисовал где-то 100, даже 120 лет назад. Ой, я не хотел вам это показывать, этот слайд. Я хотел вас спросить, а сколько же нейронов, как вы думаете, в нашем мозге? Ну, я уже показал, нейронов в нашем мозге очень много, порядка, ну, от 80 до 100 миллиардов, и каждый нейрон образует вот эти вот контакты, получает информацию от примерно тысячи или даже в среднем 10 тысяч контактов. Что это значит? Что у нас в мозге существует порядка, ну, скажем, по минимуму берем 80 миллиардов таких вот единиц, каждый из которых в каждую долю секунды времени получает множество, множество, от тысячи до десятков тысяч водных данных, и на основании этих водных данных он генерирует свой сигнал или не генерирует свой сигнал. То есть, когда нам говорят, что наш мозг можно сравнивать с компьютером или с чем-то таким, ну, конечно, несравнимо. Он гораздо сложнее. То есть наш мозг, он настолько более сложно устроен, чем даже любой суперкомпьютер. Он скажет, ну, как вот суперкомпьютер выигрывает шахматы у шахматиста? Потому что это одна определенная функция. То есть можно на какую-то, действительно, он может посчитать арифметику гораздо быстрее, там, сложение, вычитание, это понятно. Но как бы, если мы возьмем весь функционал мозга, на что он способен, то никакие компьютеры это пока делать не могут. И понятно почему. Потому что даже на структурном уровне вот количество единиц для обработки информации и то, как сложно эта информация обрабатывается, не только нули, единицы. Вот каждый из этих входов от 10 до 10 тысяч, это инкрементальное. То есть распределение, оно находится, оно не распределяется, что там вот только есть сигнал или нет. А сигнал может быть слабеньким, может быть сильным, может быть возбуздающим, может быть ингибирующим. Важна геометрия, важно, насколько сигналы совпали по времени. И более того, после того, как эти сигналы пришли и вызвали какой-то эффект, вызвали потенциал действия, они модифицируются. То есть вот вы сейчас слушаете эту лекцию, что бы вы ни делали, когда ваш мозг работает, он физически меняется. Контакты между нервными клетками, они модифицируются. Некоторые из них становятся сильнее, некоторые становятся слабее. И это то, как мы считаем ученые на данный момент, что позволяет нам запоминать новую информацию, а потом на основании новой информации наш мозг может делать какие-то новые выводы, возникают новые мысли, новые идеи, какое-то новое поведение. То есть это очень сложная и очень динамичная система. Как померили это? Ну просто взяли мозг, покрасили его красками специальными флуоресцентами, которые синим красят ядра клеток, а красным красят ядра только нейронов. И сравнили, а сколько синих, ну всего клеток в мозге, а сколько из них красных. Конечно, считали не вручную, просто засунули в машину, которая считает флуоресцентные метки, и, соответственно, считали, 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 и вот насчитали, что примерно в мозге 80, ну или чуть больше, миллиардов нейронов. Вот они как распределены. Это целый мозг. Вот в нем 86 в этом мозге было, плюс-минус 8 миллиардов нейронов. Но если вы заметите, следующая цифра вот здесь, 84,6 плюс-минус 9, это не нейроны. То есть примерно 50 на 50. 86 плюс-минус сколько-то нейронов, миллиардов, еще остальные клетки. То есть наш мозг, если мы посмотрим на те картинки, на которых основывался Рамон и Кахаль, там есть нейроны черненькие и холодец такой вокруг, или глия. А на самом деле примерно столько же, сколько нейронов в мозге есть и других типов клеток. Это астроциты, они выглядят как звездочки, у них разная морфология, у них очень-очень много разных функций. Так, сейчас поменяем слайд. Почему они интересны? Потому что они как раз могут быть вовлечены во многие заболевания, как, например, в... Не знаю, застрял слайд. Что вы видите здесь на картинке? А вот это был зеленый астроцит окруженный. На самом деле астроциты, чем интересно еще, они образуют настоящую сеть. То есть они образуют такой синцитий, где цитоплазма, внутренняя жидкость клеток, может взаимодействовать, образуя вот такую вот сеть, через которую проходят определенные ионы. Очень интересно. То есть, например, когда мы просыпаемся, у нас в мозге вот эта вот сеть астроцитов, она вся, если мы могли бы померить кальцевые токи, мы бы увидели, что она прямо вся вспыхивает, потому что в ней начинается движение кальция. А кальция потом будет уже нейроны. То есть когда нам приходится так резко просыпаться, как все нейроны разбудить? Как мозг понимает, что уже надо просыпаться, нужно из режима сна переходить в режим бодрствования? Как раз вот за счет вот этой сети астроцитов, которые друг с другом взаимодействуют, образуют сплошную сеть по всему мозгу, и они сначала включаются, а потом включают уже нейрончики. То есть на самом деле исторически так сложилось, и у них много-много других разных функций. Они модулируют все синаптические контакты, потому что когда я вам показывал синаптический контакт, я вам показывал классическую версию. Вот есть нейрон-1, нейрон-2, и они друг с другом разговаривают. Но на самом деле в каждом таком контакте есть третий. И этот третий в данном случае не лишний, это астроцит, и он будет модулировать, насколько там передача сигнала является эффективной, или, наоборот, ее тормозить, или ее ускорять. То есть, хотя мы до сих пор толком не поняли даже, как работают нейроны, не говоря уже о астроцитах. Потому что исторически, конечно, нейробиология фокусировалась на нейрональных клетках. Но понятно уже сейчас, что астроциты играют очень важные роли в том, как работает не только наш мозг, но и мозг всех других живых организмов. А есть еще олигодендроциты. Это клетки, которые работают как изолента. Они обволакивают вот эти провода, по которым бежит электрический сигнал одного нейрона к другому. Ну и казалось бы, ну и что изолента? Ничего в этом сложного нет. На самом деле, когда вы отрабатываете, например, вы учитесь кататься на коньках, или учитесь плавать. И те нейроны, которые... Или танцевать, например. И нужно же некоторое время потратить, чтобы движения стали механическими и хорошими. Правильно? И помимо того, что там формируются более сильные контакты, синаптические контакты между нейронами, еще вот эти провода, они становятся толще и лучше заизолированы. То есть они из вот таких становятся вот такими. А чем они лучше заизолированы, тем они эффективнее работают. То есть когда вы, например, тренируете какое-то движение, зачем нужны все эти тренировки, тренировки, тренировки? Потому что, опять-таки, ваша нервная система, и периферическая, и центральная, она физически меняется. На это нужно довольно много времени. Ну там недели, может быть, даже месяцы. Но потом вот эта вот система, она становится более оптимизированной, более быстрой, лучше работает автоматически. И поэтому вот если вы потренировались какие-то там танцевальные движения, или там плавание, или катание, через некоторое время уже это великолепно делаете. Ну кто-то лучше, кто-то хуже, но все равно вот из-за этого, из-за того, что не просто модифицируются нейроны, а то, что олигодендроциты, они лучше изолируют. А вот если какое-нибудь заболевание, и эта изоляция теряется, тогда все плохо. Сигналы начинают проходить плохо. Если это периферическая нервная система, то мы перестаем контролировать наши движения, паралич, в конце концов не можем дышать, смерть. Ну и в мозге тоже ничего хорошего не происходит. То есть это тоже очень важный элемент нашей нервной системы. Казалось бы, ну там, изоляция, изоляция, изоленты. Но на самом деле без изоленты ничего не работает. И даже вот эти вот клеточки, клеточки мозга, это иммунная система мозга. Вот когда там что-нибудь в мозге, какое-нибудь воспаление или еще что-то плохо, обычные иммунные клетки или антитела в мозг попасть не могут, а вот эти ребята, микроглия, они там наводят порядок. И они на самом деле, и вы видите, обычно клетки вот как микрофаги, кто-нибудь, помню, они как амебы должны выглядеть. И эти ребята тоже, в принципе, могут становиться похожими на амебу, но обычно они сидят, и тоже у них куча отростков. Поэтому я говорю, даже клетки иммунной системы в мозге, они начинают выглядеть как нервные клетки, почти с множеством отростков. И на самом деле даже у этих клеток есть много функций. Например, если какой-то рефлекс нужно забыть. Скажем, вот, не знаю, вот вас тренировали, что, даже не знаю, простой пример, звенит звонок, и вам дают шоколадку. Звенит звонок, и вам дают шоколадку. И вы привыкли, что каждый раз, когда звенит какая-то мелодия, вы уже чувствуете, сейчас будет шоколадка. А потом вдруг человек, который над вами экспериментировал, он такой вот оказался плохой человек, и вместо того, чтобы давать вам шоколадку, стал вас бить током после того же. И как бы нужно поменять одну ассоциацию на другую. И я же вам говорил, что когда мы какие-то вещи с другом связываем или запоминаем, наш мозг должен активно измениться. И в данном случае активные изменения, реально активные изменения. То есть вот эти ребята, они идут и съедают синаптические контакты, физически их убирают, съедают, как амебы, которые отвечают за определенную память, за то, что там должна быть шоколадка. И поэтому это гораздо проще тогда сделать новую ассоциацию, что теперь это уже не шоколадка, а теперь это электрический ток. Но они не все воспоминания, к счастью, так стирают. Например, когда мы учимся кататься на велосипеде, например, 20 лет не катались, сели на велосипед, едем. Конечно, может, не так хорошо, как только что слезли, но не то, что нам заново нужно учиться. Потому что они ничего не съели, эти контакты остались все на месте, они немножко пожухли, как цветы, которые не поливали 20 лет. Но потом, если политик снова, то есть начать опять то же самое делать, то опять все контакты восстановились и через некоторое время мы уже катаемся, как раньше. То есть на самом деле много разных функций. И мы про эти клетки будем говорить, когда мы будем говорить про исследования, которые мы делаем в лаборатории. Поэтому я их вам так подробно представлял. Столько сейчас мы еще поменяем. Немножко еще про мозг. Вот я говорил, что мы про мозг знаем очень мало. Как он работает, даже какие-то типы клеток. Но с типами клеток вроде как проще, потому что можно просто взять мозг человека, уже после смерти человек завещал свой мозг науке, мы его вытащили. Вот как Рамон и Кахаль делал. Я не знаю, тогда кто-нибудь завещал или нет. Или он просто брал тогда. Это было все-таки больше 100 лет назад. Но сейчас нужно определенные бумажки заполнить. Но тем не менее никаких проблем нет. Можно попросить. Кто-нибудь заполнил бумаги, принесли мозг в лабораторию. Можно делать у него всякую морфологию и прочее. А вот с живым мозгом это гораздо сложнее. Потому что мы же не можем просто взять какой-нибудь супермикроскоп или суперсканер и залезть в мозг. Или можем. Наверное, все из вас слышали про магнитную томографию. Может быть, даже кто-то делал. Не обязательно на голове, но на коленке, может, или еще на чем-нибудь. И она на самом деле может залезть внутрь и даже посмотреть на функциональные вещи. Например, на приток крови, кислорода к определенным участкам мозга, который в данный момент очень активно работает. Но здесь есть задержка. К сожалению, пока кровь прильет, уже проходит где-то 6 секунд. Вы о чем-то подумали, а только через 6 секунд появляется сигнал. А нейронные сети, они же работают гораздо быстрее. Я вам говорил, за секунду сотня разных событий произошла. И с другой стороны, довольно сложно разрешение. Вот смотрите, что-то работает хорошо. Вот здесь показано, какой отдел мозга активен, когда мы смотрим на слова. Вот эта передняя часть, вот здесь глазик. Это у нас височная доля, это фронтальная. А это как раз задняя, затылочная часть мозга. И у нас так устроен мозг, что у нас зрительная информация из глаз идет ни сюда, ни вперед, где глаз. Она должна пройти еще сюда. И только вот сюда к затылку присоединяется. Здесь заходит. Но зато когда мы смотрим на что-то, на слова, или на какие-то, и вот сейчас смотрите на экран, у вас сейчас работает вот эта часть мозга. Когда вы слышите слова, у вас работает акустическая кора. Она вот здесь. Она вот действительно, вот уши, а там уже кора. Хотя сигнал идет не напрямую, он сначала заходит там. У нас все как-то сложно устроено. Ну вот так работает. Но по крайней мере слышим слова. Когда мы говорим, вот эта часть, это еще называется броккая, это премоторная кора, она контролирует наш аппарат, чтобы, я сейчас говорю, у меня вот эта вот часть работает. Вы не говорите, вы слушаете, у вас часть работает. Ну все вроде хорошо. Отлично локализовали, видно где что. А вот когда мы думаем о словах, получается вот такая вот штука. То есть, ну, практически весь мозг светится. И чего, и как. То есть, получается, что весь мозг задействован. И на самом деле, я вам скажу больше. Даже когда мы смотрим на слова, и слушаем слова, и говорим слова, у нас тоже весь мозг задействован. Просто, ну, ученые же как-то делают, как бы, с какую-то границу, там, порог. И говорят, ну, вот здесь сильный сигнал, а здесь пониже, значит, мы здесь сделаем красненьким, а остальное все будет серым. На самом деле, если этот порог немножко подвигать, опять весь мозг будет светиться, потому что для того, чтобы понять, что значит слово, а не просто его услышать, нам нужны другие участки мозга. Чтобы что-то сказать, нам нужно сначала сформировать предложение, сформировать его смысл, как-то его спланировать. Тоже нужно очень много разных регионов. Поэтому даже когда я вам показываю такие картинки, что вроде бы здесь отырочная кора, здесь височная, на самом деле все гораздо сложнее. В каждом из этих случаев тоже почти весь мозг активирован. Поэтому, несмотря на то, что у нас есть вроде как метод заглянуть внутрь мозга с помощью функциональной магнитной томографии, конечно, какие-то результаты он дает, но прямо вот точно сказать, вот, теперь мы поняли, все работает вот с этого нейрона, сигнал пошел на этот, потом вот эта цепь, так, к сожалению, не получается. Но какие-то интересные факты есть. Вот, например, пример таких интересных фактов, что прямо вот что-то можно четко сказать. Это когда вы учите иностранные языки. Наверняка многие из вас здесь знают хотя бы один иностранный язык, правильно? А те из вас, которые учили эти иностранные языки, как я, уже после, скажем, детского возраста, они у вас будут в разных регионах мозга. То есть я говорил, когда мы говорим слова, у нас активируется брака. И, соответственно, звуки, которые мы формируем для нашего родного языка, которые мы слышали, когда были малышами совсем, и звуки, которые мы воспроизводим для языка, который мы выучили уже, когда мы были не малыши, для них отвечают разные регионы вот этой вот браки или эры региона брака. Поэтому, конечно, у кого-то акцент посильнее, у кого-то послабее. Но если ребенка учить, когда он еще совсем маленький, например, вот, ребенок родился, с ним мама разговаривает на одном языке, там, не знаю, бабушка на другом, папа на третьем, все говорят без акцента, то тогда все это идет в одну зону, а вот она здесь, вот, тогда как бы ребенок все звуки воспроизводит как надо. Но с аудиторной корой, с вербники, такая вещь не проходит, потому что здесь неважно, это ваш собственный язык или какой-то другой язык, или вообще не язык, а какие-то другие звуки, это одна и та же часть мозга, поэтому здесь, когда вы говорите, ой, я не понимаю этого человека, у него какой-то акцент там, и не могу его понять. Да, акцент мешает, но, тем не менее, это все равно все идет в одну часть мозга, если кто-нибудь говорит по-английски, тоже идет ту же самую часть мозга, и, в конце концов, если долго тренироваться, то можно иностранный язык воспринимать на слух так же хорошо, как свой родной. А если вы там переехали, например, с одной стороны в другую, там пожили, даже, может, и лучше через некоторое время, потому что здесь никакой разницы нет, и, как бы, оправдания нет, если мы, там, слышим иностранный язык и плохо его понимаем на слух, ну, просто не хватает тренировки, но можно. А вот акцент, ну, тут уж никуда не поделаешь, ничего с ним не сделаешь, и у вас есть теперь отличное, как бы, объяснение, потому что разные части мозга отвечают, и если хотите без акцента, тогда берите маленького ребенка, его учите, и тогда он будет без акцента шуровать. Так, возвращаемся к синаптическим контактам. Еще один интересный факт, раз у нас про мозг, я вам говорил про динамику, что вот вы слушаете лекцию, ваш мозг меняется. Но гораздо большая динамика у нас идет в процессе жизни, просто чтобы понять, как мозг сложно устроить. Для чего я вам все это рассказываю? Казалось бы, я вам должен рассказывать про липиды и про наши исследования. Но для того, чтобы рассказать, почему у нас там не все получается, почему мы еще до сих пор не разобрались с толком, как работает мозг, я хочу вам сначала рассказать, но он такой сложный. И один из элементов этой сложности – это то, что есть реально очень значительная динамика в том, как нейрональные сети сформированы в процессе, ну с возрастом, короче. Когда мы рождаемся, все эти 100 миллиардов или 90 миллиардов нейронов уже сидят все на своих местах. То есть на самом деле все нейроны уже на месте, и больше их не будет. Если там, например, у мышей показывают какой-то нейрогенез во взрослом возрасте, у человека непонятно. Я бы сейчас не сказал, что у нас есть какие-то доказательства нейрогенеза у взрослых людей, но даже если он и есть, он будет очень-очень локальным, и это будет, не знаю, 0,0% от всех нейронов мозга. Поэтому вот нейроны, с которыми мы родились, с ними мы и умрем. Больше их не будет, меньше может быть. И есть нейротоксины, которые, например, злоупотребление алкоголем, или недосып, или еще какой-то стресс, которые, конечно, влияют на нейронов плохо. Мало кислорода влияет на нейроны плохо, они без кислорода умирают. Ну и многие-многие другие вещи. Но на самом деле, когда мы родились, нейроны сидят, а вот контактов между ними, вот этих вот синапсов, на них еще почти нет. Почему? Потому что вот у насекомых они уже рождаются с готовыми программами поведения, а мы нет. Мы же должны выучиться, как на что реагировать, какой язык нам, каким звуком привыкнуть, какие звуки мы будем произносить, что это значит слова, как вообще общаться с другими людьми, а вот там утюг, это хорошо или плохо, можно ли его трогать голыми руками, а не знаю, окошко, нужно от нее убегать, или наоборот ее можно гладить, и так далее. Ну и вообще все остальное. Поэтому если мы посмотрим на динамику формирования вот этих синаптических контактов, люди сделали это, это не наша работа, просто взяли вот эти нейрончики и смотрели на них под микроскопом. В разном возрасте, вот здесь один месяц, месячный ребенок, взяли у него, достали эти нейроны, ну конечно, к сожалению, ребенок по какой-то причине погиб, умер, мозг родителя отдали на исследование, и вот ученые сидели, измеряли. Видите, вот здесь эта веточка, одна из веточек, и на ней потом почти нет вот этих вот наростов. Правильно? Вот можете сравнить с 2,5 года, 16 лет, 28 лет и 49 лет. Вот можете свой возраст примерно сюда прокортировать, у кого сколько, ну месячных у нас здесь нет в аудитории, но все равно можете вспомнить, когда он был 2,5 года или месяц. И вот когда мы родились, у нас, по крайней мере, вот эта фронтальная кора, конечно, есть участки мозга, отвечают там за дыхание, еще за что, да, конечно, они уже работают с самого начала. Там обонятельная часть что-то делает. А вот сложная, ассоциативная кора, которая как раз отвечает за нашу картину мира, за то, как мы взаимодействуем с другими людьми, с действительностью, она еще вообще не сформирована в том плане, что еще непонятно. И вот что вы туда заложите, то там и будет, или то, что нам заложили, то и будет. И видите, здесь сначала их нет, а потом хоп, два с половиной года уже очень много. Даже кажется, как будто 16 поменьше. А это не кажется, это так и есть. То есть у нас примерно там в 5, сейчас покажу картинку, пик, вот формирование этих синаптических контактов, он происходит как раз примерно 5-10 лет. А потом, видите, вот пик, а потом вниз. Это логарифмическая скала, сейчас покажу на обычной шкале. Вот обычная шкала, опять-таки можете себя где-то здесь найти. Вот родились, совсем мало. Потом становится много-много-много, когда нам 7 лет, мы идем в школу, у нас на самом деле мозг просто полон этих синаптических контактов. А потом они убираются, и убираются очень реально быстро, и реально много. То есть почти 2 трети этих контактов, они убираются. Почему они убираются? Чтобы сделать наше поведение более стереотипным. Вот мы уже поняли, с кошками что делать? Нам все варианты общения с кошками не надо в мозге держать, иначе мы каждый раз кошка, о, там столько вариантов. Или пришли в магазин, что брать? Ну там, я беру всегда кефир и булку, кто-то берет еще что-то. Почему? Сказал бы, ну сколько всего еды на полках, но если я буду ее выбирать, то я умру от голода, просто не буду знать, что взять. Поэтому у меня уже стереотипное поведение, я уже знаю, что если я это съем, не умру, меня там не увезут в больницу с расстройством желудка, это мне подходит, и я это беру. Другой человек, у него другой стереотип, и так далее. Поэтому, когда нам говорят, что вот, как бы, мозги хорошо соображают в каком-то возрасте, потом плохо соображают, на самом деле, вы видите, разница между 90 и, не знаю, даже 30, ну, не очень большая, честно говоря. Это хорошие новости для 90, может быть, не очень хорошие новости для 30, но, если как бы, нет никаких деменций и других, как бы, вещей, которые выпадают из здорового образа жизни, то, в принципе, а вот, где есть разница, это 5 лет, 10 лет, новорожденный, ну, и так далее. Поэтому, как бы, вот такая динамика, ее нужно учитывать, когда мы изучаем мозг. Для нас, в принципе, это хорошие новости, потому что, если мы смотрим на взрослых, то уже тут, как бы, вся динамика в основном прошла, и, опять-таки, хорошие новости для тех, кто постарше, то есть, не нужно думать, что уже там в 90 лет мозг точно не работает, это неправда, но просто нужно за ним хорошо следить. Теперь, давайте, перейдем. Да, вот это просто показано, что, как бы, показаны изменения по объему мозга, это старый 89, это молодой 22, мы видим здесь разницу, но если, на самом деле, это немножко, как бы, что называется, обман, потому что здесь показывают 22, если мы вспомним вот эти кривые, которые были, все-таки, ну, 22 молодой мозг, но видите, он еще как бы вот тут, то есть, он еще весь не проряжен, а если мы возьмем, скажем, ну, не знаю, которому 30, ну, 30 же тоже, как бы, еще не 90, скажем так, прямо скажем, но уже разница будет совсем не такая большая, если брать 20-летний мозг. то есть, это тоже нужно иметь в виду, когда мы показываем всякие картинки, старение мозга, ешьте какие-то пилюли, еще чего-то, чтобы мозг не старел, нужно, чтобы кислорода хватало мозгу, а теперь поговорим про то, что мы делаем в нашей лаборатории, про проекты, и я буду говорить про липиды и про заболевания, у нас есть несколько направлений, по которым мы работаем, ну, вот сегодня липиды и заболевания, возьмем шизофрению, как один из примеров, у шизофрении есть разная симптоматика, есть так называемые позитивные симптомы, они позитивные не в том плане, что они как бы делают жизнь более интересной, а в том, что их нету как бы типичных людей, вот галлюцинации, делюженс, ну, у меня, например, бывают, но ладно, галлюцинации пока вроде не было, слава богу, disorganized speech and thoughts, ну, это тоже может быть, потом есть негативные симптомы, негативные это когда что-то исчезает, ничего не доставляет удовольствия, ничего не хочется делать, и как бы ни на что не реагируешь. Ну, тоже бывают в жизни такие ситуации, наверное, у всех, но как бы если это переходит в норму, плюс еще и галлюцинации, и плюс еще когнитивная симптоматика, то есть там проблемы с рабочей памятью, проблемы с обработкой информации, и, короче говоря, вот это все складывается в картинку. И уже по этому описанию вы можете понять, что на самом деле поставить диагноз шизофрении это совсем не одно и то же, что поставить, например, диагноз, не знаю, гангрены. Гангрены там увидел, не знаю, нога черная, что-то там еще происходит, и, соответственно, уже особых сомнений нет. А здесь, ну, как бы, если прочитать даже эту симптоматику, ну, не знаю, наверняка у меня вот были в жизни моменты, когда я, наверное, подходил почти под все эти параметры, ну, может быть, за исключением галлюцинации. Но если галлюцинации нет, значит, депрессия. То есть могли бы давно меня, наверное, запечь в психушку, если бы просто вот взяли бы эти симптомы и каждого бы каждый день спрашивали, как ты хочешь что-нибудь делать, доставлять тебе что-нибудь радость. Это лекарства, которые используют от шизофрении. В основном они все действуют на допаминовую систему, на допаминовый рецептор с разной, как бы, дозировкой. И это на самом деле плохо. Почему плохо? Потому что мы не знаем механизм заболевания, и мы просто знаем, что вот эти лекарства действуют. Но как они действуют? Эта допаминовая система, она тоже плохо изучена. Но вот здесь просто пример. Мышам, потому что мышам с мышами можно сделать. Им ставили такие специальные переключатели. Ой, стало синим. Ставили переключатели, что можно включать и выключать определенные отделы мозга. Вот как раз эту допаминовую систему. Здесь включали D1 систему. Вернее, ингибируют. Здесь включали D2, активировали. И вот когда работает с D1, то эта мышь бегала, это вот траектория мыши вот в этом круглом поле. Сначала она бегала просто вот эта серенькая кривая, потом ей включили вот этот регион мозга, и она стала бегать как бешеная. А вот здесь вот она сначала бегала нормально, ей включили D2 систему, она перестала бегать. Вот сидит просто. И это то, что делают с людьми с диагнозом, им включают вот эту D2 систему, они просто как бы меньше буянят. Это, ну, как бы, конечно, помогает, но проблему самого механизма шизофрении не решает. А почему не решает проблему механизма? Потому что, не знаю, механизм. Вот сколько уже шизофрении изучают, лет 150, но так механизма и нет. И мы тоже решили, конечно, к этому подключиться. Здесь показано, что вот есть такая как бы лесенка молекулярная, ДНК, РНК, белки. И сверху я написал липиды, они тут вообще как бы ни к чему, потому что, если кто изучал биологию, помнит, наверное, центральную догму биологии, что из ДНК получается РНК, и получается белок. Липиды не фигурируют. Поэтому на липиды никто и не смотрит, никому они не нужны, они там какие-то мембраны образуют в мозге, но мембран в мозге много. Помните, я вам показывал клетки, говорю, у всех клеток много отростков. А что это за отростки? Это вот мембраны образуют эти щупальца, поверхность очень большая, поэтому, если мы возьмем мясо, например, говорят, ешьте мясо, в нем много белка. Или там, я не знаю, ешьте печень. Ну, обычно не говорят так, ну, если кто-то, или там, ешьте, в нем много железа, но, мне мама говорила, наверное, железо есть, но белка там тоже много. А вот ешьте мозг, особо никто не говорит, потому что в мозге ни белка, ни железа особо нет, а там есть сплошной жир или сплошные липиды. Ну, это не жир, не в том плане, как на пузе жир, просто запасающая ткань. А вот все эти отростки, все эти мембраны, все это построено из липидов, но как раз на мембранах то все самое интересное происходит. Вот все эти сигналы передаются, все вот эти клетки с друг другом контачат, все вот эти вот нейротрансмиттеры там передаются, это же все на мембранах. Но, тем не менее, на липиды никто не смотрел и сначала решили искать генетические маркеры шизофрении. Почему? Потому что, если взять близнецов идентичных, то если у одного близнеца диагноз, то у второго почти 50% будет диагноз. А если просто как бы два человека друг друга не знают, то вероятность, что у обоих будет диагноз это 1%. Ну, в среднем популяции 1%. То есть, вот если у нас здесь 100 человек есть, то один из нас шизофреник. Ну, это в среднем. Может быть и два, а может и не одного. Но, если здесь были бы близнецы одинаковые, идентичные, и один из них был бы шизофреником, то второй с вероятностью 50% был бы тоже с диагнозом. И, казалось бы, раз у них одинаковая ДНК и вот такой высокий риск, то должны быть генетические маркеры. Ну, и так далее. Если не идентичные близнецы, 17%, там ребенок 13% и так далее, и так далее. И, в конце концов, доходим до 1%. Но генетические маркеры искали, вот на уже позапрошлый год было, сейчас уже 10 тысяч статей, искали, искали, искали генетических маркеров. Ну, не то, что их нет, они есть, их слишком много, и каждый из них объясняет, ничего не объясняет. То есть, если вам предлагают пойти и сделать генетический тест на шизофрении, к сожалению, не работает, потому что, ну, нет такого. Почему? Очень странно. На самом деле, вот одна из, я вам говорил, мы не понимаем, как работает окраска серебро. Какие-то нейроны окрашиваются, какие-то нет. Ну, как бы особо никого это не беспокоит, потому что работает. А здесь беспокоит, потому что, как бы, маркеры должны быть, близнецы-то они, вот, оба 50% вероятности. Даже если их в разных семьях как бы растили, не то, что там их кормили чем-то одинаково, или там обоих наказывали, там ремнем пороли, нет, даже если в разных семьях и как бы одного пароля, а другого нет, все равно получается гораздо высшая вероятность, что у второго тоже будет заболевание. Поэтому вот много-много потратили сил и средств, но генетических маркеров не нашли, что очень плохо, потому что, если бы нашли генетические маркеры, то ничего не нужно было больше делать. Во-первых, мы бы могли человека сразу проверить, там будет у него шизофрения, или хотя бы какой риск. А второе, можно было бы понять, ага, вот эти там поломались гены, значит это какой-то механизм, связанный с этими белками или с чем-то, что они делают. Можно было бы уже на эти белки посмотреть, на то, что эти гены в мозге делают. Не нужно было бы весь этот мозг, смотрите, который он говорил, такой сложный, изменчивый, а можно было бы смотреть конкретно на эти гены, и мы бы уже поняли механизм заболевания. Но так и ни механизма нет, ни маркеров нет. Поэтому, к сожалению, с ДНК не получилось. И дальше люди смотрят на ДНК, смотрят на белки, мы тоже это делаем, но сейчас мы будем говорить про липиды, потому что на них никто не смотрит. А мы решили посмотреть. Мы решили посмотреть, реально, то есть если вы посмотрите на, ну это почему генетика не работает, там много заболеваний. А почему на белки еще интересно, вернее, на липиды интересно смотреть, не просто потому, что липидов много в мозге, он по сухой массе где-то на 60% из липидов, из мембран состоит, не только потому, что там все интересное происходит, но и потому, что вот если засовывать людей в МРТ, в машину, то видно, что есть определенные изменения, например, как раз миелин, помните, вот эта изоляция, о которой я вам говорил, изолента, она немножко снижена, не то чтобы диагностически, но вот определенные районы мозга, там меньше миелина, а миелин это же липиды, это все мембраны, правильно? А мембраны состоят из липидов. И люди замечают, что примерно на 3% понижен уровень миелина, ну казалось бы, ну можно тогда всех засунуть в этот сканер и посмотреть, миелина много или мало. Но, к сожалению, опять-таки так не работает, потому что вариабельность между людьми в уровнях миелина, во-первых, большая, больше, чем вот эта разница. Это брать, если взять тысячу шизофреников, тысячу контролей, сравнить, и увидим в среднем, там вот эта тысяча будет ниже, чем у контроля. Но у каждого отдельно взятого шизофреника, ну шизофреника не надо говорить, человек с диагнозом шизофреник, может быть даже больше, потому что там вариабельность больше. Более того, я вам сказал, вот вы учитесь там, не знаю, кататься на коньках или танцевать у вас, и эта часть, которая отвечает за эти движения, она миеллинизируется. То есть это тоже динамика. Мы можем, как бы ничего не делаем, у нас стресс, недосып, у нас уровень миеллина падает, мозги начинают плохо работать, еще больше стресса, еще больше недосыпа, выгнали с работы, все плохо. А на самом деле там реальные биологические процессы происходят, поэтому успокоятся, миеллин восстановить, все остальное восстановить, и все будет хорошо, поэтому не нужно впадать в панику, потому что реально мозг, он биологически меняется. Вот мы стали смотреть, ну это просто мозг, он сложный, там разные разделы, разные клетки, мы смотрим на липиды, и у нас несколько разных было исследований. Липиды очень просто измерять, просто берем кусок мозга, берем, выделяем из него липиды, засовываем масспектрометр, это вот, масспектрометр, вы видите, один из первых масспектрометров, человек с ним работает, и на самом деле сейчас масспектрометры точно так же устроены, точно такие же, просто сверху такая пластмассовая кожуха у них красивая, и стоят они тоже там в тысячу раз дороже, чем раньше, потому что теперь красиво выглядит. А так-то это просто молекулы летят в магнитном поле, в вакууме, и чем она больше, эта молекула, тем она медленнее летит, и, соответственно, можем померить массу, а потом посмотреть, а что это был за липид, или там еще что-нибудь. А вот это разные, что такое липиды, это просто жирные хвосты у них, которые образуют мембрану, полярная голова, или с фосфором, вот холестерин, который все так не любят, он особый липид, он как раз делает мембрану очень жесткими, вот эти ребята делают тоже, ну, если хвосты какие-то могут быть изогнуты, вот эти вот таги, триглицериды, они вот на пузе, это вот настоящий жир, через них запасаются, вот они, ну, в мозге они тоже есть, но мозг их мало, если мы померим какую-нибудь жировую ткань, вот это фиолетовое облако, оно будет вот такое вот, там будет 2000 разных вот этих фиолетовых точек, а так, ну, вот много разных липидных классов мозга, это только по верхам, самые представленные, и можно посмотреть, мы посмотрели на динамику изменения липидов при фронтальной коре, а это не шизофрения, пока мы добираемся, оказалось, что нам было интересно вообще, как бы липиды, есть смысл их измерять, потому что если никакой динамики нет, то можно их и не мерить, я же вам показывал, там вот синаптические контакты образуются, то есть все с возрастом, правильно, то есть мы видим, что в морфологии динамика есть, а если динамика в липидах, динамика в липидах оказалась бешеная, особенно вот первые как раз несколько жизней, это вот рождение, 7 лет, 17 лет, а дальше как бы динамика уже по сравнению с первым, с началом жизни, она уже как бы маленькая. Но тем не менее, вот опять хорошие новости, с возрастом у нас не накапливается никакой мусор, многие говорят, о, там окисление в мозге, там накапливается много мусора, и поэтому с возрастом у нас мозг начинает плохо работать. Нет, если у вас мозг начинает с возрастом плохо работать, значит, вы за ним плохо следите. Или он у вас физически там, ну как бы, проблемы у вас там, не знаю, бляшки, не поступает в него кровь, или просто вы его не используете. И тогда он в молодом возрасте будет плохо работать, ну и в старом тоже, соответственно. Я не говорю, что у меня хорошо работает, но просто как бы для информации это хорошие новости, потому что вот у нас были очень старые здесь ребята, их было много, и никакого мусора там не накапливается, никаких отходов, никакая вариабельность не возрастает, так что все нормально. А еще интересно, оказалось, что есть определенный возраст, когда меняется почему-то липидный состав мозга, вот он что, какие-то липиды шли вверх, а потом шли вниз, и так далее. И это примерно около 50, вот этот пик, он вот 50, 55 где-то лет. это изменение динамики самого липидного состава мозга. То она шла динамика в одну сторону, потом она начала меняться. А вот у кого возраст там на подходе или после, вот. И очень интересно оказалось, что люди смотрели просто на общий метаболизм тела, казалось бы, ну просто вот на метаболизм кислородный, бескислородный. Ну как это делают? Просто человек вставит на беговую дорожку, надевает на него маску, смотрит, сколько он кислорода, сколько глюкозы в крови. То есть абсолютно не связанные с мозгом какие-то общие параметры изменения метаболизма. И оказалось, что тоже такая же точка перехода. То есть до 50 лет идет одна динамика, после 50 лет другая динамика. То есть какое-то существует, вот когда мы говорим про старение, никто старение особо не изучает, не у нас, а вообще в мире. Очень мало лабораторий. Но тем не менее, вот есть какая-то интересная точка изменения. Это статья не наша, это англичане опубликовали, они тоже смотрели где-то на 500 человек. И ну ладно, есть точка, есть. Но забавно то, что мы смотрели на мозг, где мозг, где вся эта динамика метаболизма при физических упражнениях. Как раз точно такая же точка, все-таки все в организме взаимосвязано. Что это значит? Вообще непонятно. Можно это как-то повлиять? Вообще непонятно. Но вот какая-то такая точка есть. Но не то, чтобы там мозг после этого все идет на смарку, после 50 мозг перестает работать. Нет. Ну вот какая-то такая загадочная динамика есть. Так, едем дальше. А потом, наконец, мы добираемся до шизофреников. У нас были в этом исследования аутисты с диагнозом шизофрения, несколько человек с диагнозом синдром Дауна, потому что ну как бы такое системное расстройство, там точно что-то менялось. Но оказывается, что в шизофрении меняется столько же вот это количество липидов, которые меняются в префронтальной коре при заболеваниях. Это при аутизме изменения есть, но не так много. Вот синдром Дауна, это системное расстройство, там много изменений, но при шизофрении оказалось столько же. Тут просто красное, синенькое, которые возрастают, уменьшаются в количестве по сравнению с контрольными мозгами. И вот это было для нас сюрпризом. То есть это первая работа, на самом деле, для нас никто не смотрел на мозги, на липиды при болезнях. И мы почему положили образцы с людей с синдромом Дауна, потому что мы решили, что точно никаких отличий мы не найдем. И никаких изменений не выйти изменишь, в шизофрении не будет. Ну а в синдроме Дауна наверняка будут, ну потому что это системный метаболический синдром в том числе. И там наверняка что-то изменится. Оказалось, что в шизофрении столько же, что в синдроме Дауна. То есть очень много. Ну больше, чем мы ожидали, скажем так. И даже они в каких-то специальных путях, даже в путь, который известен, влияет на социальное поведение. То есть оказалось, что какой-то сигнал даже осмысленный. И более того, оказалось, что по липидному профилю, мы же смотрели, разные возраста, у людей с шизофрении, у них мозг выглядит старше. И это известный факт, что шизофрения, как бы у них ускоренное старение в некотором роде, ну по всяким показателям проявляется. И мозг тоже получается по липидному составу у них старится быстрее. Ну, то есть какая-то фантастика. Более того, оказалось, что мозг с возрастом изменяется, вот когда он становится старше, он становится более, как бы, из более твердого мембраны становится более хаотичным, из более упорядоченного состояния. Он, вот это вот такое упорядоченное состояние, становится более хаотичным. И у шизофреников, ну людей с шизофренией, это прямо вот четко выражено. Видите, вот динамика от рождения, до пожилого возраста, происходит немножко хаотизация мембран, и у людей с диагнозом они прямо вот красненькие. То есть, какие выводы, неважно, не нужно читать. Смысл в том, что вот мы посмотрели на липиды, мы думали, ну там ничего интересного не будет. А видим, там у них возрастная динамика, и изменений при шизофрении очень много. То есть, казалось бы, никто на липиды не смотрит, наверное, мы думали, потому что, ну это вообще никому не интересно, потому что они не меняются. Ну просто это мембрана, мембрана, ну и ничего. Оказалось, что очень даже интересно, и мы решили посмотреть на изменения уже при шизофрении более детально. А более детально это просто посмотреть на много разных регионов. Мы взяли вот мозги, теперь не один регион взяли, а много-много. Вот мозг так выглядит, видите, это вот кора, полушария, серое вещество, ну такое вот, не совсем серое, но темнотое. Вот белое вещество, белое вещество это что? Это провода. Не нужно бояться, он замороженный, на картинке, и вообще. Ну вот у нас в голове вот такие мозги. Вот здесь сидят вот эти миллиарды нейронов, а вот это провода, которые их соединяют друг с другом. Белое вещество, почему белое, потому что как раз миелин, это как изолятор. То есть, вот здесь всякие вот, как раз вот здесь вот допамин, допаминовая система, ну и так далее. И мы взяли много-много разных регионов, почему? Потому что непонятно, какие брать. Мы вообще думали, липиды ничего не будут показывать, оказывается, они что-то показывают, а куда смотреть, никаких данных нет. Поэтому как бы от безысходности взяли много-много разных регионов, 75, опять померили нам в спектрометре, все как обычно, и оказалось очень странно. То есть, вот здесь каждая точечка это образец. Ну там много разных здесь цифер, если у кого хорошее зрение, каждые циферки это разные регионы. И у нас были люди, ну доноры, которые были с диагнозом, это такие морковного цвета образцы, и были контрольные образцы из контрольных мозгов. И здесь как бы не нужно быть ни математиком, ни ученым, чтобы увидеть, что морковные точки и голубые точки расходятся. Правильно? Очевидно. То есть, липидный состав мозга людей с диагнозом и липидный состав людей без диагноза для каких-то регионов похож. Видите, вот здесь они смешаны. А для каких-то регионов мозга вообще даже близко не похож. Это значит, что если нам бы сейчас принесут в лабораторию мозг, ну скажем, найдут где-нибудь на дороге мозг, скажут, вот, посмотрите, это мозг человека с диагнозом шизофрении или он был без диагноза. Мы можем взять какой-нибудь из регионов, который показывает большую разницу и прямо вот стопроцентно, наверное, сказать, что да, был диагноз или нет. Но как бы это непрактично, никто нам такой мозг не принесет, таких вопросов задавать не будет, но если бы принесли, можно было бы так сделать. А вот по генетике нельзя, например. Генетике нельзя. И потом мы стали смотреть, а вот какие клетки отвечают. Мы взяли вот все эти 75 регионов, отранжировали, видите, тут как вот на этой схеме где-то есть регионы, где отличий мало, есть где отличий много, но в основном на повышение в шизофрении, есть где изменений много, но в основном на понижение при шизофрении. Ну мы их так отранжировали, вот столбик. Ну уже по той схеме было видно, что есть регионы, где много отличий, где мало, и где, которые много отличий, они или в одну сторону уходят, или в другую. И мы сразу спросили, а изменения-то где? Это липиды какие? Нейрональные липиды или глиальные? И вот здесь видно, вот эта вот кривая, это для липидов, которые в нейронах сидят, а это липиды, которые в глии сидят, в глиальных клетках, или в астроцитах, или в гадентоцитах, или в микроглии. И чем больше они похожи на вот это, и чем сильнее они отклоняются от средней линии, тем больше, соответственно, изменений будет в шизофрении. И вы видите сразу, что нейрональные липиды, конечно, они там отклоняются, но не такой прям сигнал. А весь сигнал идет из глии, ну почти весь. Видно же, правильно? Более того, вот здесь разными цветами покрашены, и зелененькие — это олигодендроциты, которые как раз миелин образуют. То есть олигодендроциты и микроглии — это вот два типа клеток, от которых идет здесь в глии основной сигнал. То есть оказалось, что, по крайней мере, по нашим данным, действительно есть большие изменения, очень четкие изменения липидного состава мозга при шизофрении. В каких-то регионах их много, в каких-то мало. Но вот где они есть, это в основном как раз сигнал ненейрональный. Но опять-таки не нужно думать, что нейроны не меняются. Просто это же липидный сигнал. В нейронах может меняться что-то другое. То есть вам я показываю олигодендроциты. Нужно всегда помнить, что у каждого метода есть свои недостатки. Здесь мы что-то видим, но очень много чего мы не видим. Поэтому если мы что-то видим, про это можно говорить. А если мы говорим, о, вот в нейронах мы изменения не видим, значит ли, что их нет? Просто наш метод, может быть, недостаточно хорош, чтобы их детектировать. Или мы как-нибудь их плохо мерили. Или вообще там, на самом деле они есть, мы просто не так посчитали. Поэтому, когда вам такие доклады делают, и кто-то говорит, вот мы не нашли никаких изменений там, вот здесь нашли. Молодцы, что нашли, но если где-то не нашли, может быть, они и есть. Просто плохо искали. И это как раз хорошо соотносится вот с теми данными, которые я вам показывал, что там демилинизация. Более того, мы сделали напрямую анализ, прокоррелировали. Вот это вот регионы, которые показывают больше и меньше изменений. А потом мы напрямую сделали корреляцию. Вот здесь корреляция как раз с изменениями мелина, которые взяты из совсем других данных, из данных МРТ. И вот здесь, вот это зелененькое, это как раз олигодентроциты. И они сдвинуты вот сюда. Это значит, что корреляция есть, все хорошо. А эти ребята, они вокруг вот этой средней линии. Средней линии, мы же знаем, изменений никаких особых нет. Поэтому это ничего там особо не происходит. А вот этих ребят происходит. Опять-таки, когда я так говорю, это в данном контексте, в данном эксперименте, то есть мы увидели изменения. Это не только липиды, можно даже это соотнести с другими данными, что хорошо, что подтверждает. А то, что мы здесь изменений не видим и как бы нет корреляции, это может быть на самом деле изменения есть, но так как мы их плохо померили, поэтому и корреляции нет. Это я вам на всякий случай говорю, вы же, наверное, ходите на другие доклады, вам что-то рассказывают, чтобы вы как бы всегда вот такие лекторы, как я, вам продают всякие там открытия. И нужно к этому относиться всегда не скептически, а с пониманием, что если что-то показывают, может быть, так и есть, но если что-то не нашли, то не значит, что его там и не было. Пошли, например, за грибами, грибов не нашли, может, они были, вы просто их не увидели. Так, вот мы посмотрели на мозг, ну и наконец добираемся до конца уже, до последней работы, потому что как-то это нужно сделать более полезно все-таки. Конечно, ученые достаточно бесполезные люди, но даже у ученых иногда просыпается какое-то вот такое странное желание сделать что-то полезное. И мы не исключение, в нашей лаборатории мы решили, что нам все-таки нужно попробовать. Ну, раз такие четкие изменения в мозге происходят, как я вам показал, может быть, не обязательно ждать, пока человек умрет, и доставить мозг, и мерить липиды уже в мозге. Может, можно просто посмотреть по плазме крови. Мы же, когда там диабет, например, детектируем, можно на глюкозу посмотреть, если глюкозы там слишком много или слишком мало, даже холестерин там нам о чем-то говорит. Но на самом деле в плазме крови этих липидов не два, не три, там же не один холестерин, там тысячи и тысячи этих липидов. Просто мы понятия не имеем, с чем они связаны. Поэтому мы просто взяли то же самое. Взяли, теперь набрали образцов плазмы крови и их засунули в тот же самый масс-спектрометр. Набрали мы их не только в Москве, мы набрали их и с нашими коллегами в Германии, и в Австрии по клиникам, и частично в Китае. Здесь вот разные диагнозы, такие песочного цвета, это контроли, красненькие – это шизофрения, голубенькие – это депрессия, большое депрессивное расстройство, а такие синенькие – это биполярное, ну, маниакально-депрессивное расстройство. Но мы в основном сейчас будем говорить про шизофрения, но другие тоже упомянем. Зачем мы это сделали, зачем мы собирали по всем этим разных местам? И для того, чтобы просто было много. Хотя это тоже важно. А для того, чтобы посмотреть, а есть ли какие-то маркеры, которые вот какого шизофреника не возьми, хоть китайского, хоть немецкого, хоть австрийского, хоть нашего, московского, доморощенного, чтобы вот изменения были везде. Потому что очень часто есть работы, которые нашли какие-то изменения, потом в другую лабораторию пошли, там померили, тоже нашли изменения, смотрят, а они одни и те же вообще нет. Мы хотели бы сказать, а есть такие, которые вот сравнили этих, 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 и вот они не вообще нет, а как нормально, чтобы они везде были. И действительно мы нашли, то есть, сейчас я покажу вот этот слайд скорее. Вот смотрите, на самом деле действительно, вот взяли китайских контролей шизофреников, нашли где-то тысячу отличий. Взяли российских, тоже нашли где-то тысячу. Взяли немецко-австрийских, ну нашли чуть меньше тысячи, тут 500 плюс 200, 700. Но из них, во всех трех группах, было общих только где-то 200. То есть из тысячи, которые были в российских, как бы, ребятах, только 20% оказалось универсальными. Это к тому, что вот воспроизводимость какая. Если мы скажем, о, тысяча, как много, отлично, давайте теперь сделаем модель, и взяли бы вот эти вот, например, липиды для модели, а потом стали бы применять на китайцах. Вообще бы не работало, ноль, аккуратность была бы ноль. А вот теперь, если эти взять, то уже будет воспроизводимость лучше. Вот здесь просто показаны, есть какие-то липидные классы, которые во всех, видите, здесь ромбики, там треугольнички, кружочки, это вот географические эти группы. И здесь видно, что вот все три вниз, это корнитины, это таги все вверх и так далее и тому подобное. И можно просто теперь взять и сказать, ну, давайте просто померяем и сделаем какую-нибудь модель, которая будет считать, насколько вероятно, что у этого человека есть диагноз или нет. И стали считать, единицы это абсолютно аккуратно, 0,5 это абсолютно случайно. У нас получалось довольно хорошо. Вот для российской коготы примерно 0,95. Это очень-очень хорошие данные. Ну, это как бы мы модельно тренировали на этих трех популяциях. Ну, а если мы сейчас возьмем четвертую популяцию, вообще как бы, которая никак не была увлечена. Он говорит, ну, у нас шизофреников больше нет, мы пошли в Алексейскую больницу, мы вам всех отдали. У нас есть первый эпизод. Люди, которые вот вообще только поступили в больницу, у них первый эпизод. Кто-то из них будет шизофреником, большинство в будущем. Но пока что вообще их ничем не лечили, ничего с ними не происходило. У них просто вот психоз и шизофрения будут только себя проявлять дальше в будущем. Они нам дали эти образцы, и мы померили модель, и вот результат. То есть аккуратность была 0,9. 10% оказались не диагностированы нашей моделью, но они им сказали, а где-то 10% потом с ними ничего не будет. Они вернутся домой, и никогда больше мы их не увидим, потому что у них никакой шизофрении, они будут просто как бы… Ну, вот был эпизод, а потом даже больше. Они говорят, ну, обычно где-то 10-15% никогда к нам не возвращаются. Остальные возвращаются через некоторое время. И их модель нашла. Но на этом не успокоились. Они нам дали просто потом еще примерно 120 образцов, которые мы вообще не знали диагноз. Тут-то мы хоть знали, что это первый эпизод. И здесь был первый эпизод, была шизофрения, были контроли, и было шизотипическое расстройство. Шизотипическое расстройство в нашей модели достаточно плохо. Вот если видите, вот это контроли. И здесь вероятность того, что будет диагноз шизофрения. Вот у как бы шизофреников с диагнозом они в большинстве своем попали куда надо, у них высокая вероятность. Ну, вот тут кто-то, то ли симулянт, то ли наш тест для него не работает. Для первого эпизода то же самое, в основном все тут, но кто-то, то ли не шизофреник, не работает. Шизотипическое расстройство хуже, а вот контроли, как бы все более-менее нормальные, низкая вероятность, но какие-то вот два парня попали сюда. То ли у них проблемы, то ли опять-таки наш тест не работает. А чтобы эти вещи различать, нужно просто больше измерений. Больше измерений. Но на самом деле это уже очень классно. Мы были просто супер рады, потому что, как я вам говорил, генетических маркеров нет. Белковых маркеров нет. Никаких маркеров нет. А тут раз тебе, и липиды, ну, как бы не 100%, конечно, не 100% аккуратность, но вот видите, вот это ребята с низким риском, это в основном все контроли, это ребята с высоким риском, это в основном все люди с диагнозом. То есть модель работает совсем не так плохо, как мы изначально думали. Более того, как бы она такая стабильная, можно брать довольно много у нас липидов, мы измеряем порядка 400, и мы можем брать разные наборы, потому что, как я вам показывал, там, например, таги, они в основном все идут вверх, карнитины все идут вниз, не обязательно какой-то прям определенный липид мерить. Не то, что вот тут есть какой-то один липид, он маркер. А можно подобрать такую комбинацию, которую удобно мерить. То есть есть куда еще оптимизировать модель, которая будет более стабильна. Но вот что оказалось интересным, мы сначала как бы загрустили, а потом перестали грустить, что у нас же были другие болезни, помните, я вам говорил, депрессия, маниакально-депрессивное расстройство. И мы посмотрели, а вот те изменения, которые мы видим в шизофрении, липидные, значимые, как они, вот в других болезнях они будут или нет? И мы увидели, что они тоже есть. Вот видите, вот все падает на диагонали, это значит, что высоко повышено в шизофрении, будет в маниакально-депрессивном, или в данном случае в депрессии, в большом депрессивном расстройстве, тоже повышено, а то, что было понижено в шизофрении, оно в этих других расстройствах тоже понижено. И мы говорили, а что же такое, что же за тест такой? Никакой специфики нет. Пришли к психиатрам, они говорят, а если бы у вас была специфика, мы бы вам и не поверили, потому что на самом деле, они говорят, ну а симптомы-то очень сильно перекрываются, то есть, например, я вам говорил, что при шизофрении есть так называемые негативные симптомы, когда ничего не хочется делать, ни на что не реагируешь, а это те же самые симптомы, что в депрессии. И очень часто я говорю, вот если нет галлюцинации, а все остальное есть, то был бы диагноз депрессии. Так и реально, то есть в психиатрии так и получается. И более того, когда генетики смотрят на свои генетические исследования, у них тоже здесь показано шизофрения, биполярное расстройство, большое депрессивное расстройство, они связаны вот такими яркими линиями. Это значит, что генетические маркеры, которые там есть, хоть их в клинике нельзя использовать, но какие-то они же находят, они практически одни и те же во всех этих болезнях. То есть, казалось бы, с одной стороны, нам психиатры говорят, очень много, то есть шизофрения – это спектр, депрессия – это спектр, депрессивное расстройство – это спектр, там вот есть такое, 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 такое расстройство. Очень много расстройств, то есть чуть ли не у каждого пациента свое расстройство. А с другой стороны, по симптоматике они во многом образуют как бы одно целое, во многом только немножко у кого-то чуть больше в одну сторону. И даже по генетике, хоть генетика нам полностью не говорит о механизмах, но тем не менее что-то-то находит, какую-то связь. И даже вот это, что находит, оно более-менее одинаковое. А как на самом деле? А вот мы не знаем. До сих пор непонятно. То есть это как бы одно расстройство, которое с одним механизмом у каждого проявляется по-разному. Или это, не знаю, десяток разных расстройств, просто они случайно оказываются чем-то похожи. Непонятно. Но, по крайней мере, то, что у нас есть это как раз по генетике, что у нас маркеры перекрываются, то, что у нас есть совпадение между болезнями по профилю липидным, это оказалось неудивительно. Потом мы посмотрели работы, которые есть, опубликованы, и оказалось, что они тоже как бы это, если депрессия или маниакально-депрессивное расстройство сооружения, они тоже в этих опубликованных работах ложится все более-менее на вот эту диагональ. Есть пара работ, которые не ложатся на диагональ, но они все из одной лаборатории. Скорее всего, они там просто что-то не так мерили. И последнее, наконец, насколько вот эти липиды коррелируют с симптоматикой. И здесь нам на помощь пришли как раз больные первого эпизода, потому что они поступают. Сначала они буйные, ну, потому что иначе бы их не привозили, а потом их лечат. И после месяца лечения смотрят, а что с симптомами? Здесь вы видите вот изменение симптоматики, и все они ниже диагонали, потому что у всех какое-то улучшение было. Но если они сдвинулись далеко от диагонали, значит, симптомы практически исчезли. То есть они вернулись вот здесь как бы в нормальное состояние. А если они чуть-чуть сдвинулись от диагонали, значит, ну, чуть-чуть им помогло лечение, но не сильно. То есть они плохо реагировали на лечение. И мы раз посмотрели, а если липиды, которые как бы вот в этих синеньких, вот эти, которые такой цвета морской волны, и красных, они изменялись по-разному. То есть это которые хорошо отвечали на лечение, у которых симптомы понизились после лечения сильно, или у которых плохо. И мы увидели, что действительно такие липиды есть. Вот они здесь показаны фиолетовым. Они просто там значимо отличаются. Но что интересно, то есть те, кто хорошо отвечал, это определенные триглицериды, те, кто хорошо отвечал на лечение, они практически не менялись между двумя временными точками. А вот те, которые плохо отвечали на лечение, они наоборот возрастали. То есть как будто они сопротивлялись. То есть вот этот вот липид повышается, и лекарство плохо работает. Как будто организм там, не знаю, вот этот липид повышает и отторгает это лекарство. Но это, конечно, условно говоря, мы понятия не имеем, что там происходит. Но вот как будто что-то такое происходит. И оказалось, что даже это не просто какие-то там рандомные липиды, это определенный класс триглицеридов, которые там с короткими хвостиками, почти без двойных связей. То есть какая-то определенная биохимическая группа. И, наверное, у них какой-то там, то ли они в определенных клетках, то ли они в определенных отростках, то ли у них определенный метаболизм. Я думаю, вообще не понимаем на данный момент. По крайней мере, мы видим, что оказывается липиды, ну не просто там вот, можно посмотреть, есть диагноз, но нет. Ну и насколько выражены симптомы, тоже есть такие липиды. Ну и, конечно, пока что только предварительно. Но, похоже, есть липиды, которые коррелируют даже с тем, насколько симптомы реагируют, ну улучшаются после лечения. Ну, наконец-то вот это и все. Мне сказали, что лекция должна быть два часа, поэтому извиняюсь, в чем я сказал, то я делаю. Наконец-то мы подошли до конца. Мы говорим, что липиды плазмы крови содержат информацию о нашем психическом состоянии. О каком психическом состоянии? Нужно разбираться, потому что на самом деле то, что мы делаем, в статье есть какие-то работы, если посмотреть, там есть около 20 статей, может быть, даже сейчас побольше, которые смотрели на изменение липидного состава разных психиатрических заболеваний, но все они очень разрозненные. Мы сделали это систематически, много образцов, разные популяции, разные болезни в одной работе, и мы видим, что информация есть. Но, конечно, этого количества, которое мы до сих пор померили, пока недостаточно. Мы продолжаем эти исследования, измеряем образцы людей с диагнозом, ну и на самом деле вот при поддержке центра московского инновационного сейчас мы запускаем такой пилотный проект, когда люди могут тоже сдать кровь, и мы можем попробовать, конечно, пока что, ну это никакой не диагностический тест даже близко, это клиническая разработка, но все равно интересно посмотреть, что же как бы, как он работает. По крайней мере, мы точно все липиды меряем, и троглицериды, и холестерин, и какие-то маркеры кардиоскулярных заболеваний липидных, которые тоже более-менее известны. То есть это можно, всю информацию будет получить после того, как мы все это померяем. Нам сначала нужно побольше образцов собрать, поэтому, если кто заинтересован, как бы посмотреть, что там происходит. Ну и вот наш calltech, очень хорошее место, приходите к нам в гости, и спасибо большое за внимание. Давайте вернем слайд с QR-кодом. Да, давайте поблагодарим Филиппа за прекрасную лекцию. Уже было. По QR-коду, который перед вами, а также здесь, вы можете посмотреть, почитать информацию как раз об этих исследованиях, принять участие, будет очень здорово, потому что как раз сейчас идет набор добровольцев для участия в исследованиях на липидный состав тканей мозга. Ну, вы будете давать, естественно, кровь. Так что обязательно поинтересуйтесь, запишитесь и поучаствуйте. Продолжение следует...